Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемый Олег Иванович, глубоко уважаемые коллеги, разрешите мне сегодня представить вам вводную лекцию о возможности сохранения фертильности у онкологических пациентов. Вы знаете прекрасно, что прогресс в онкологии и репродуктивной медицине поставил перед нами новую задачу – реализации репродуктивной функции у онкологических больных. На учете по поводу онкологических заболеваний сегодня состоит около 3 миллионов человек, что составляет 2% всего населения страны. И среди этих заболевших 19,5% – это больные репродуктивного возраста. Здесь представлены данные о повышении заболеваемости онкологическим заболеваниям, среди которых на первом месте находится у пациентов репродуктивного возраста рак молочной железы, новообразование кожи, новообразование тела матки, ободочной кишки, шейки матки и опухоли яичника. Для оценки состояния репродуктивной функции у онкологических больных оценивается авариальный резерв достаточно стандартно, так же, как и у больных неонкологического профиля. И вот согласно проведенным нами исследований оказалось, что у 41% лишь имеется нормальный авариальный резерв до начала специфического лечения, а у остальной части пациентов уже на момент постановки диагноза авариальный резерв снижен. С учетом приведенной классификации мы проводили у себя исследование. У нас оказалось, что у 47% женщин были выявлены низкие показатели авариального резерва до начала лечения. Что же происходит во время лечения? Вы прекрасно знаете, что онкологическим пациентам проводится лучевая терапия, которая вызывает некроз премордиальных фолликулов, химиотерапия, приводящая к неконтролируемому апоптозу. Например, суммарная доза всего лишь 4 Грея, а это один сеанс облучения, может приводить к гибели 50% фолликулов в яичниках. Мы исследовали состояние репродуктивной системы у наших пациентов с заболеванием лимфогранулематоз. И оказалось, что у 66% пациентов после проведения интенсифицированных курсов химиотерапии развивается аминорея. У 43% после курсов биокоп также развивается аминорея. А зависимость авариального резерва находится в корреляции от состадии процесса и проведенных курсов химиотерапии. В зависимости от возраста пациентов, проведенных курсов химиотерапии во всем мире существует таблица развития рисков развития аминорея у женщин после проведения химиотерапевтического лечения. И как вы видите, что высокий риск заболевания, умеренный риск заболевания и низкий риск заболевания может быть при использовании одних и тех же схем в зависимости от возраста и количества циклов. Вот эту таблицу мы всегда приводим, хотя она датирована 1999 годом. Но это мотивация наших коллег заниматься этой проблемой. Вот 94 онкологических пациента на вопрос «Я чувствую себя достаточно здоровым, чтобы быть хорошим родителем» ответили положительно. 78% сказали, что их опыт онкологического заболевания помог и поможет им стать лучшим родителем. И 60% пациентов, даже если бы я умер молодым, я все равно хотел бы стать родителем. В связи с этим мы сегодня уже четко совершенно понимаем, что долг каждого врача, занимающегося репродуктивным здоровьем, информировать наших пациентов о возможном негативном действии химио-лучевой терапии и предложить им различные методы сохранения фертильности, репродуктивной функции. Вы прекрасно знаете, что в Российской Федерации достаточно долго действовал приказ, согласно которому существовали абсолютные противопоказания для реализации репродуктивной функции у пациентов, у кого даже в анамнезе в детском возрасте или позже был онкологический процесс. Поэтому все свои мероприятия мы начали с выступления на Комитете по здравоохранению Государственной Думы, начиная в 2007 году, где-то в 2009 году, где нам было дано эксклюзивное право по разработке программы «Репродуктивное здоровье онкологических больных». В рамках этой программы был создан банк генетического материала онкологических больных, имеющих риск потери или снижения фертильности в результате лечения по поводу рака. Теперь в новой редакции приказа ОВРТ четко было написано, что при наличии в анамнезе злокачественных новообразований любой локализации вопрос о возможности использования ОВРТ решается на основании заключения врача-онколога. Таким образом, наши коллеги-онкологи взяли на себя ответственность за возможность выбора метода реализации репродуктивной функции у своих пациентов, что сегодня используется. Это, безусловно, криоконсервация эмбрионов, криоконсервация уазитов, криоконсервация в реальной ткани. Наш центр в свое время специализировался на криоконсервации тканей яичника. Ткань яичника можно было получить ляфроскопически, симультанно с хирургическим вмешательством по поводу основного заболевания или использовалось независимо. И тогда же, в 2006 году, был создан первый криобанк онкологических пациентов. Мне хотелось бы сказать, что рост числа биобанков – это тенденция во всем мире. Так, в Соединенных Штатах Америки, как видно из представленных данных, есть банки биологического материала больных не только с онкологическими заболеваниями, но и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, дыхательной системы и других заболеваний. С 2013 года сеть государственных биобанков активно развивает Финляндия. Планируется открыть хранилище в других крупных университетах Европы. Хранилища индивидуальной генетической информации в Финляндии объединены в национальную сеть биобанков, которая, в свою очередь, является подразделением паневропейской сети. Кто же к нам обращается в наш криобанк? Это мужчины и женщины. Как видите, с 2006 года по 2015 год рост числа пациентов растет. Наибольшее количество биообразцов представлены тканей яичника, но кроме того есть и спермы, эмбрионы и ооциты. Возраст пациенток в основном 21-25 лет, а заболевания, в связи с которым они обращаются с сохранением генетического материала, это лимфогранулематоз, рак молочной железы и рак шейки матки. Для сохранения фертильности онкологических пациентов в нашем центре выполняется пункция фолликулов в натуральном цикле, получение ооцитов из авариальной ткани перед ее криоконсервацией, проводится АВМ-культивирование, витрификация авариальной ткани, ретрансплантация авариальной ткани, аспирация ооцитов после ретрансплантации авариальной ткани, криоконсервация эмбрионов и зрелых яйцеклеток. Как происходит криоконсервация в арариальной ткани, вы прекрасно знаете. Хотелось бы сказать, что в нашем криобанке это в основном использование метода быстрой заморозки, хотя во всем мире еще используется и помимо витрификации и медленное замораживание биологического материала. Аутотрансплантация авариальной ткани здесь представлена технически, это процесс очень несложен и выполним каждым врачом-гинекологом, владеющим ляброскопией. Результаты трансплантации авариальной ткани после проведения цитостатического лечения достаточно противоречивы. По одним данным описаны случаи рождения более 40 детей и несколько начавшихся беременностей, по другим более 60. Но мне хотелось бы сказать, что это достаточно большая таблица, но все же первенство в этом направлении принадлежит профессору Дане из Брюссельской клиники при Университете города Брюссель, который в 2004 году получил первую беременность после ортотопической трансплантации авариальной ткани. Затем в 2005 году таких же успехов достиглись наши коллеги из Шеба-центра из Израиля. И вот вы видите, в 2015 году ребенок родился и в нашем центре. Существуют американские рекомендации клинические по сохранению фертильности у онкологических пациентов. Они уже дважды пересдавались. Но в этих рекомендациях последнего издания написано, что криоконсервация ткани не может предлагаться пациентам с доброкачественными заболеваниями, потому что на сегодняшний день пока эта процедура является экспериментальной и может предлагаться нашим пациентам лишь как экспериментальный протокол. Мы вот этим и занимались. У нас было несколько грантов Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования. И мы проводили гистологические, иммуногистохимические, проточно-цитометрические, камкультивирование. Очень много различных методов исследования, согласно которым мы доказали, что этот метод имеет право жить и может быть использован сегодня у онкологических пациентов. После аутотрансплантации, витрифицированной в реальной ткани, восстановился менструальный цикл о 85 пациентов в нашем центре. В 43 была проведена пункция фолликулов. Вот здесь несколько клинических случаев. Первый из них – это больная с диагнозом папиллярный рак щитовидной железы 4 стадии, который одновременно с оперативным вмешательством по поводу онкологического заболевания был произведен забор ткани и ее криоконсервация. Методом витрификации. Как видите, до криоконсервации мы видим текоткань с наличием примордиальных фолликулов. В 2011 году больной были проведены курсы радио-йод-терапии, потом последующие курсы йод-терапии. И в 2015 году больной было разрешено реализовать свою репродуктивную функцию. Вот размороженные срезы овариальной ткани. Гистологическое заключение, что имеется фрагмент склерозированной теки это мы брали ткань яичника, чтобы специально показать, что после проведенного лечения у больной произошел склероз теки. И затем вот после криоконсервации динамика уровня гормонов. И как вы видите, после трансплантации через 6 месяцев у больной восстановились показатели гормонов, и АМГ стал равен 2002,67%. И вот в 2012 году была выполнена ортотопическая трансплантация, и затем произошло рождение ребенка. Метод запатентован нами, и с наличием этого патента открывается широкая возможность использования его и в других клиниках Российской Федерации. Что же еще мы можем сегодня предложить в мире по поводу сохранения фертильности онкологических больных? Это трансплантация матки. Это совершенно новый шаг в медицине, который объединяет две инновационные области медицины. Репродуктология и трансплантология. Приблизительно одна из 500 женщин страдает бесплодием из-за отсутствия матки. Но для наших больных это особенно актуально. Вы знаете, что первая пересадка была выполнена в 1931 году, но она была выполнена неуспешно. Затем в 2000 году была попытка, в 2011 году была попытка предпринята. Но первая успешная беременность после трансплантации матки была получена нашим коллегам Мэтсом Пренстом в Гетеборге, где было проведено потом 9 успешных операций по пересадке матки от близких родственниц. И в 2014 году на свет появился первый в мире ребенок, рожденный женщиной после трансплантации донорской матки и использования вспомогательных репродуктивных технологий. Другая группа ученых под руководством Самуила Кима, это Соединенные Штаты Америки, выполняли 5 гетеротопических трансплантаций тканей яичника. Яичники начинали вырабатывать гормоны через 20 недель после трансплантации. Гормональная функция у них сохранялась до 2 лет, у одной пациентки более 7 лет. И вот это позволило Самуилу Кима сделать такой вывод, что долгосрочное восстановление эндокринной функции значительно облегчает жизнь молодым пациентам, пережившим рак. Но здесь есть одно но, о котором сегодня говорят все ученые мира, занимающиеся этой проблемой. Мы уговорили наших пациентов, мы их убедили в том, что они должны сохранять свой биологический материал. Но лишь 5% пациентов возвращаются за реализацией репродуктивной функции. Вот это пока еще совершенно непреодолимая задача. Другая группа ученых под руководством Кавамура тоже витрифицировали ткань яичника, затем активировали ее и проводили так называемую процедуру инвитро-активейшн. Активировали фолликулы в лаборатории и затем получали эмбрионы, которые трансплантировали в полость матки. И сегодня уже получили 3 таких ребенка. Еще одна новая технология, которая сегодня может быть уже использована для реализации репродуктивной функции онкологических больных. Это исследование из Северо-Западного университета в Чикаго под руководством Терезы Вудруф, одной из основоположниц этого направления. Ее группа обнаружила цинковое излучение у человеческих яйцеклеток. Вспышка происходила из-за того, что в момент проникновения сперматозоида в яйцеклетку в ней вырабатывались частицы цинка, которые обладали флюоресцентными свойствами. Вот это чрезвычайно важное окрытие, поскольку оно помогло дать новый, легкий, безопасный способ визуального выявления здорового яйцеклетки и эмбриона и последующей их имплантации. Ну, о том, что яичник напечатали на 3D-принтере, я надумаю, что вы это все знаете, потому что это широко обобщалось в нашей прессе и за рубежом. И вот это новое сообщение, что весь мир узнал о рождении ребенка от трех родителей. В 2015 году в Великобритании было законодательно разрешено донорство митохондрий, однако в США до сих пор действует запрет на данную процедуру. И американская научная группа работала в Мексике, международное сообщество, где они, что они сделали. Они 5 месяцев, ну, в то время, летом, первый ребенок родился, несущий в себе ДНК трех человек. Для корпорального оплодотворения его матери была использована новая техника переноса ядра материнской яйцеклетки в донорскую. Технология митохондриального донорса позволяет избежать ряда наследственных заболеваний. Что же делается в нашем центре по сохранению фертильности у мальчиков? В основном это больные до 30 лет с заболеваниями лимфомы, саркомы, семеномы, яичника. И, как вы видите, лишь у 52% до начала лечения мы видим нормальную спермограмму. У всех уже существуют те или иные отклонения. Также гормональная терапия, лучевая терапия – все оказывают обязательно влияние на состояние спермограммы. Здесь вот несколько клинических примеров. Лимфогранулематоз, вторая стадия, до лечения нормозооспермия, через 3 года криптозооспермия. Другой пациент, тоже лимфогранулематоз, четвертая B стадия, до лечения нормозооспермия. И через год мы видим уже нарушение. Больной, 80-го года рождения, тоже с заболеванием лимфогранулематоза. В 2014 году мы криво консервировали его сперму, а в 2015, когда у него развелась азооспермия, он снова к нам обратился. А теперь я снова разрешить и вернусь к биобанкированию. В 2009 году журнал «Тайм» опубликовал 10 идей, которые спасут человечество. И одна из них – это создание биобанков. Биобанк – это разновидность биорепозитария, специализированная в хранилище биологических материалов не только для научных медицинских тел, но и для практических реализаций. Поэтому сегодня наша основная с вами цель заключается в обеспечении онкологических больных репродуктивного возраста не только качественным своевременным лечением, но и высоким уровнем жизни после завершения противоопухолевого лечения. Благодарю за внимание.